Георгий Ладонщиков. Кто кого подвёл? Скрылось солнце за горою, унесло свои лучи. Дёрнув ниточку рукою, Митя в доме свет включил. Тихо вечер надвигался, потемнело за окном. Вдруг над Митей звон раздался. Бам-бам-бам! Митя стал считать и сбился. Не узнал, который час. Вы! К часам он обратился. Позвоните ещё раз. Я прошу вас, позвоните, непонятно, шесть или семь. Но часы на это Митя не ответили совсем. Не хотите? Так заставлю. Надо ж знать, который час. Я не маленький. Достану. Доберусь сейчас до вас. Быстро он на стол взобрался. Пальцем стрелку подогнал. Фотки вас! И бой раздался. Митя слушал и считал. Ровно семь. Часы проверив, Митя спрыгнул со стола. В это время, скрипнув дверью, мама в комнату вошла. Ой, вот беда, сказала мама. Закружилась я совсем. Мне казалось, ещё рано, а уже, гляди-ка, семь. Мама время не теряла. Вскоре ужин был готов. Митя ел в тот вечер мало. Был, казалось, нездоров. Ешь, Митёк, ведь скоро восемь, торопила сына мать. Спать пора. Но что-то вовсе не хотелось Мите спать. Он измял всё одеяло, хныкал. Свет зачем погас? Он не знал, что ночь настала раньше времени на час. За стеной в сарае тоже, напрягая чуткий слух, беспокойно и тревожно спал на жёрдочке петух. Он серьёзен был и точен, и всегда как по звонку. Тот петух в двенадцать ночи голосил. В два часа он пел вторично, а в четыре третий раз. За стеной часы обычно отбивали тот же час. Никогда петух минуты не просрочил, не проспал. Но в ту полночь почему-то от часов петух отстал. Что-то там стряслось часами, полночь бьют, ворчал петух. Мы считать умеем сами, нас не спутаешь. А вдруг... Вдруг действительно двенадцать промолчут, так скажут стар. Скажут, как теперь с ним драться, коль он пит, да и устал. Нет, такого оскорбления пережить я не смогу. И петух без промедления закричал. Кукарь-ку! И второй сигнал, и третий, раньше времени на час подал он. А на рассвете, прокричав в последний раз, услыхал, как поросенок завизжал ему с просонок. У-у-у! Никогда тебе не спится, беспокойная ты птица! А баран проблеял. Бе-е-е! Как несовестно тебе! Гусь заметил. Ка-ка-ка! Чусь ему недорого! Утка крякнула. Коря-коря! Поднял рано всех, а зря! И теленок не смолчал, недовольно промычал. Делать нечего ему! М-м-м-м! Куры хором закричали. Разве можно делать так? Ты подумал бы вначале! Чу-чу-чу-чудак! Чудак! Чудак! Вы правы! Чудак я точно! Всех подвел вас! Вижу сам! К-к-к-конечно! Этой ночью зря поверил я часам! Только солнце заиграло в светлых бусинках росы точно в срок. Оно не знало, что малыш подвел часы. Продолжение следует... Продолжение следует...